Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 29 февраля, сегодня тот самый странный день, который бывает раз в 4 года. Сейчас я, как всегда, отвечу на те вопросы в комментариях к моим видео, которые пришли за последний день-два. Ну, конечно, отвечу не на все, а на какие успею. Так, стараюсь, конечно, ежедневно просматривать сейчас посевы, и ответы некоторым очень важны. Так, ну вот первый сейчас только что пришел, час назад. Подскажите, пожалуйста, я посеяла сердце, перцы, пложки, накрыты пленкой, на пленке конденсат. Нужно ли их снять, чтобы убрать конденсат или не стоит? Сеяла 24 февраля, всходов не вижу из-за конденсата. Смотрите, Ксюша, я не знаю, вы просто Ксю или Ксюша. Я делаю так, я, когда перцы, когда томаты сею и накрываю пленкой, я хотя бы раз в 2 дня пленку эту поднимаю и переворачиваю на другую сторону, то есть конденсатом вверх, а с сухой стороной туда. Потому что если длительный период семена не всходят, без вот этого, как вот в такой сырости под пленкой, иногда еще до того, как взойдут семена, у некоторых людей, у меня так тоже иногда бывало, вот пятнышко такое в одном месте, в другом, иногда раньше всходов появляется плесень. Я вот во избежание вот этой, появление плесени в этой сырости, я пленку переворачиваю. Но может быть другие люди делают по-другому, я не знаю, потому что вы видите, сколько людей, столько у нас мнений. Кто-то, может быть, и не поднимает. Я боюсь вот этого конденсата, я боюсь длительных периодов, когда долго семена не всходят, только из-за того, что плесень очень живучая, она может выскочить у нас вперед петелек вот этих. Вот Анна пишет, как я вам завидую, у нас весь, всю ночь ливень, что вот у нас сугробы. А вы представьте, что нас ожидает весной, когда сейчас резкое будет тепло, мы же будем плавать, у нас огород будет озеро. Было один год так, озеро стояло, да, очень долго, уже некоторые в других регионах начали садить что-то в огород, а мы ждали, когда это озеро куда-то уйдет там под землю. Вот Жанна Тёнина пишет, я вас очень уважаю, у меня муж тоже ничем не интересуется, хочется, чтобы муж интересовался, а вот мне, Жанна, наоборот, не хочется, чтобы муж интересовался или мной, или моим огородом, потому что каждое его вхождение в огород кончается для меня плохо. То он мои пионы один раз перекопал и даже не увидел, что это цветы, один раз саженец яблони сломал, и я стараюсь, чтобы он поменьше туда заходил, меньше урону. Вот пишет Вера, хотелось бы увидеть, как вы их пикируете, вот томаты. Так смотрите, кто вам не дает. Тут на канале сначала было теоретическое видео, следом я их когда пикировала, я все показала. Смотрите, если в этом году не успели посмотреть, смотрите прошлогодние, позапрошлогодние видео о пикировке томатов очень много, прям доскональные есть подробные. Наталья Смирнова спрашивает, когда сеять монгольского карлика на рассаду? Живем в Костромской области. То, что вы живете в Костромской области, это мне нисколько не помогло, я не знаю, какой у вас там климат. Это знаете, от чего зависит? Это зависит от того, куда вы его потом будете высаживать, в какие сроки. И вот я, например, первые несколько монгольских карликов я уже посеяла два дня назад. Следующие буду сеять в марте, в первой декаде, потому что я вот такие ранние посевы делаю для того, чтобы пораньше получить вот те сорта, которые могут очень быстро созреть. и, возможно, я или рассаду подольше подержу, там дней на 10, ну, в смысле, высажу ее в более взрослом состоянии, или, может быть, высажу их и буду укрывать не тканкой или пленкой. Это ведь, Наташа, зависит от того, когда вы захотите высадить его в открытый грунт, вот от этого и пляшите. Может быть, уже сейчас нужно сеять, а если вы в открытый грунт безо всего будете высаживать только в июне, тогда, значит, будете сеять, наверное, во второй половине марта. Но многие говорят, что посеяв монгольского карлика поздно, он не успевает вызревать у многих. И приходится как раз на период вот этой дождливой осени. Я-то почему сею все томаты пораньше, которые выращиваю в открытом грунте? До наступления сырости, до наступления холодов хочется, чтобы они все вызрели. Вот пишет какой-то топ-10, вот про чернозем пишет, А у нас чернозем во дворе. Ох, какая грязь после дождя. Ну, я пробовала во двор вываливать тоже машину с черноземом, и действительно, пошел потом весной дождь, все это как расквасилось. Ходила черная, как черт, собака вся в этом земле. Мы все вязли в этом черноземе. Я теперь оставляю на улице, но у нас, правда, бывают эти случаи воровства, и перегноя, и чернозема. Но я стражу, прямо из окна наблюдая за этой кучей. Это, конечно, выглядит очень смешно, но подходят люди и с тележками, и с различными ведерками, и стараются себе утащить вот этой дорогой земли. Мы же живем в городе, у нас это дефицит. Так, это благодарность. Вот смотрите, Ерлан Алиев спрашивает, сразу в 0,5 стаканчики пикировать нельзя? Екатерина Булгакова ему отвечает, я сразу в 0,5 пикирую, потом землю подсыпаю по мере роста. То есть она пикирует в стакан 0,5, но объем земли сначала берет такой же, как я, скорее всего, 0,2-0,3, а потом уже подсыпает. Это делают все по-разному. Но вы представьте, я вот первому зрителю обращаюсь, если бы вместо 0,2 я поставила стаканчики 0,5, это насколько больше им нужно было бы места под лампой? Сначала делаю 0,2. Во-первых, для маленького растения, конечно, нужно маленький грунт, а потом большой. Он в большом стакане будет хуже развиваться. Но можно было бы сделать, как Катя, вот Екатерина, полстакана большого насыпать и посадить туда, но тогда мне не хватило бы места на стеллажах. А пока они сейчас подрастут до стакана 0,5, когда я их буду переваливать, тогда уже будет теплее, и они большую часть будут стоять или в придомовой теплице, или в простой теплице. Уже не будет конкуренции за место под лампой. Место под лампой всегда меньше, чем место в теплице. Вот Елена Фролова спрашивает, после того, как вы распекировали кольцом томат, вы его ставите сразу под лампу или нет? Я уже отвечала на этот вопрос много раз. Я в темноте никогда после пекировки не держу. И до пекировки они у меня стоят под лампой. И после пекировки я ставлю на тот же самый стеллаж, где он рос. Я считаю, что ничего в его жизни не изменилось. Некоторые пишут, что по трое суток держат в темноте, но я так не делаю. Во-первых, у меня столько темных мест нет, сколько вот лотков с рассадой. А во-вторых, я не вижу смысла. Я всегда под лампой выращиваю. Всегда все вырастает нормально. Вот Татьяна пишет, подтверждаю, что самые сладкие томаты желтые и оранжевые. Мне тоже очень нравятся. Я люблю. Я летом прямо в огороде съедаю. Вот выхожу такое какое-нибудь огромное, алтайский оранжевый. Весь съедаю его без соли, без сахара, без хлеба. Просто один. Вот Маргарита. Когда я видео снимала после всхода томата на холод, пишет, я тоже бегаю от стеллажа к подоконнику с рассадой, на ночь ставлю на подоконник, утром на стеллаж с подсветкой. Это таким образом люди стараются выдержать температурный режим, чтобы немножко, как бы по рекомендациям специалистов, ночью было бы прохладнее, а днем потеплее. Потому что у нас температура в доме, она же стабильная и днем и ночью теплая. И очень сложно выдержать температурный режим именно тот, который нужен нашим растениям. Вот Татьяна говорит, это про пикировку, что Валера из Луганска говорит, что при заглублении все равно появляются корни. Многие блогеры с этим согласны. Да это уже знают все давно. Это тут, ну, еж один внес сумятицу в наши комментарии, написал, что как бы вы ни заглубляли, ничего там не появляется, никакой корневой системы. Но есть еще такие люди, которые не знают, то ли не видели ни разу они этих корней на стеблях. Елена Машенькина пишет, ну, тут это, первый год всех наслушалась, голова кругом, а вся семья ждет урожая. Вот нашла ваш канал, наконец, как слепая за вами все делала. Сейчас мне смешно, но три года назад. Ну, короче, теперь у Елены Машенькиной все хорошо. Это, наверное, по поводу того, что сейчас такая информация, что новички заходят в интернет, информация противоречивая, советы от блогеров, один говорит так, другой говорит противоположно, и люди не знают, что делать. Иногда в результате этого по несколько лет не могут получить урожай. Поэтому я и говорю, если вы начинаете, делайте все проще. Минимум подкормок, минимум обработок, потому что некоторые умудряются и предпосевной обработкой, и потом в течение лета обработками погубить свои растения и уменьшить сами урожай. Начинайте с естественного, как сказать, сценария. Вот лучше, можно даже первые годы посадил и забыл, там минимум ухода. Потом, когда уже немножко начнете понимать, что им нужно, будете какие-то обработки добавлять. Татьяна спрашивает, а семидольки заранее убирать? Это, наверное, про того ботяню, который петлей. Но от которого я укладывала петлей, да, я две семидольки убрала сразу, потому что они у меня как бы получились прям на уровне земли, на заглублении. Когда я начала поливать, они все в земле были, я их убрала, отщипнула, потому что я же все равно буду потом еще присыпать этого же ботяню грунтом, и я никогда под закопку листья не оставляю. Только вот этот стволик. И она же спрашивает, Татьяна, вы в 200-граммовый стакан потом еще будете пересаживать. Я хотела в 0,5. Это много для них сейчас, как лучше. Таня, вариантов может быть много. Вы можете в 0,5 сразу посадить половину стакана, грамм 200-300 грунта, пересадить туда перец. По мере роста он начнет вырастать, вы его будете подсыпать. Можете сделать, как я, в 200-граммовый стаканчик сразу заглубить до 7 долей. Потом, когда он вырастет, и когда корни, весь вот этот объем грунта освоят, и там будет очень-очень много белых корней видно, вы перевалите в 0,5. Делают все по-разному. Как вы выберете, это ваше личное дело. И так, и так они вырастут, и разница только в том, я вот как уже говорила, только вместе. Сейчас-то они стоят под лампами, и у них, у меня, например, у них идет конкуренция за место. А потом, когда они сейчас немного подрастут, начинается. Уйди. Так, все. Тут пишет Наталья Горохова, подняли настроение. Это, наверное, про то, как я танцевала перед зеркалом. Три девушки, вслепленные в одну. Так. Вот Ольга Никитина пишет, хочу вас поблагодарить за ролики с минеральными удобрениями. Дело в том, что я долго не могла понять, как применять, искала информацию, но было непонятно. Я сама много лет про минеральные удобрения понять не могла. Поняла только потом уже, когда стала очень-очень взрослая, когда начала огороду посвящать много времени. Вот Ольга Викторовна пишет, не выбрасывайте старые подушки. Я даже видео снимала, закапываю ли я перо в лунке. Я ничего не закапываю в огород. Ни перо, ни банановые шкурки, ни рыбы. Нет. Марина пишет, тоже всегда рыхлю томаты и перцы, вилкой очень удобно. Артем Прудников пишет, у нас в Башкире в этом году вообще зимы не было. Сегодня вообще, наверное, плюс 5. Боимся, как бы в апреле не наступила зима. Ну, я надеюсь, у вас зима не наступит в апреле, но плюс 5-то, конечно, это тепло, хорошо. Так, ну, тут Лариса Бурлакова пишет про семена. Пишу впервые. Именно от вас заразилась томата. Заказала 24 февраля, посеяла индеты, индетерминатные, короче, семена, всхожи с семян, хорошие. Но всхожи с семян, она бывает не всегда хорошая. Это еще зависит от многих-многих условий. И от... Когда я вот прочитала в прошлом ответы на вопросы, как женщина, ну, как, разминала грунт, и у нее облезла аж кожа на руках. Если посеять вот в такой грунт, мне кажется, даже качество семян не поможет. Они, наверное, не взойдут. Их, наверное, развеест страшное, что-то творится с нашим грунтом. То ли правда уже земля настолько у нас отравленная. Валентина пишет, что у них тоже был буран. А броккали? Он Марина Якимова тоже про эти же три слепленные девушки шедеврали, да? Жаль, что муж не соратник, но вы не эти его привлечь, где нужна мужская помощь. Но я его не привлекаю у нас в принудительном порядке. Раз он... Но вся мужская работа, конечно, вот построить, например, теплицу, это его. И если уж он это не будет делать, тогда я не знаю. Так. Так. Вот про это Анастасия пишет. Про томаты. Многие всегда спрашивают, как вот вы высаживаете томаты на томаты на одном месте или меняете? Я уже много видео показывала, в прошлом году рассказывала, что у нас величина участка не позволяет. У нас от 6 до 7, там не ровно, 6 с чем-то до 7 соток, на которых стоит и дом, и там и бассейник еще в огороде, и баня. И мы вынуждены выращивать на одном и том же месте вот все эти томаты. Она вот пишет, что у меня тоже на одном месте в открытом грунте томаты на протяжении 13 лет, и урожаем всегда довольны. Так что, если вы не имеете возможность соблюдать все вооборот, то есть менять культуры там, а у нас как менять культуры? Они у нас большинство посленовые, у нас картошка посленовые, томаты посленовые, и там же перец и баклажан, их друг после друга высаживать нельзя, а других-то нет. Мы больше ничего считаем, что не выращиваем, потому что там морковки немножко, свеклы немножко, там лука, а в основном-то картофель, томат, перец, баклажан. И нет возможности поменять вот это вот, все изменить ход события. Мы выращиваем на одном и месте, но я лично выращиваю на одном и том же месте томаты много лет, но и мы, я смотрю у соседей точно так же, участки небольшие нарезаны, нарезали еще в дореволюционный период, у меня вот 905-го года постройка дома была, старого, который я покупала, еще молодой, молодой была. И все участки маленькие, так как это город. Нам менять ничего нельзя, и вот если у вас нет возможности, можно высаживать и на одном, и том же месте, но, конечно, надо землю сдабривать немножко, или удобрять, или какого-то добавлять, свежего грунта, перегноя, все это мы делаем. Так, вот Владимир Трышкин написал такой вот интересный комментарий. Так, да, все, ясно. Вот Елена Верткова пишет опять уже про рецепты. Мы еще долго урожай не посадили, уже рецепты. Рецептами обязательно делитесь. Ваш рецепт помидор ломтиками прижился у нас второй год готовлю, нам очень нравится. У меня тоже муж, у него это самый любимый рецепт, только теперь ломтиками, вот эти десертные с луком, только их едим. Так, Татьяна Рудик пишет, спасибо за искренность, которую вы рассказываете о себе. Я вот иногда и рассказываю, иногда и опасаюсь, потому что потом могут некоторые люди неправильно меня понять, как-то каждый же по-своему понимает, иногда расскажет что-нибудь, а оказывается, что вот это какая-то аннигиляторша, написала комментарий, я тоже не поняла, написано 3,22, в 10 раз дороже им рекламу лохам про магию лампы флора нужно отбивать. Про кого она это пишет, что к чему, я ничего не поняла. Галина Сухомлинова пишет, говорите побольше, так здорово слушать. Людмила Черемных пишет, я тоже как вы только деревянной палочкой рыхлю. Вот Олег пишет, второй канал открывайте житейская азбука, но у меня времени, наверное, уже на это не будет, может быть, только что плейлист открыть вот здесь, на этом канале, именно для женщин, вот про различные там, про рукоделие, про все, про все, про все, что помогает нам жить, выживать, экономить бюджет. Второй канал, конечно, мне не осилит, уже не хватает времени, я с этим-то еще разобраться не могу, не знаю, что куда зайти, даже посмотреть что-то. Так, вот, смотрите, Маргарита Зайцева пишет, у меня вопрос, сажала перца 12 февраля, взошли на 5-6 день, стоят, но даже предвестников 2-го, 3-го листа нет, хочу распикировать, но боюсь погибнуть, в рост тянутся и все. Но вы все-таки немножко подождите, настоящий лист у них все равно должен появиться, перцы это не томаты, они намного тугодумее, они вот, если у вас зашли на 5-й день, вот у меня до пикировки, у меня росли целый месяц, а распикировала я их всего с двумя настоящими листьями, представьте, месяц они были в лотке, так что вы не торопитесь, дождитесь хотя бы одного настоящего листика, я боюсь, что вы, если не очень опытны в этих делах, то в фазе 2-7 долей они очень маленькие, у них корешки очень совсем нежные, такие ранимые, как бы вы, что их не повредили, действительно, вот, я считаю, что лучше подождать одного хотя бы настоящего листа. Татьяна Суслова пишет, ну раз Алиса ничего не поняла, придется все повторить, ну правда Алиса достала, а я говорю, она конкурентка, она молчит весь день, мы разговариваем, тут вот у меня и сын приходит, сноха, все, никогда не, никогда слово народ не открывает, как только начинаю видеоролик снимать, хоп, она тут как тут, и старается меня перебить, прям вклинивается в разговор, но это явно шпион засланный от конкурентов. Так, Татьяна пишет, спасибо, что делитесь с жизненным опытом, Екатерина Гаврина пишет, ой же, как красиво у вас королевская рассада, все у вас удается, дай бог нам такого же опыта, как у вас, ну все у меня удается, конечно, после 30-40 лет опыта, если 40 лет делать одно и то же, то, конечно, даже у любой обезьянки цирковой получится хорошо, это же все уже, вот сейчас опять я Катю учу там землю перемешивать, намешивать, вот это для пикировки, я сею только сама, пикирую только сама, а ей пока что разрешаю вот эту землю, там же надо все, что равномерно, вот эти кусочки, все, она вот, все я сделала, я подхожу, я говорю, я не верю, что за такое время можно сделать, я начинаю проверять, нет, там не промешано, вот опять раз, раз она, как же у вас ловко все получается, вы так все быстро, ловко делаете, я говорю, так Катя, ну все это уже на автомате, сколько лет, это же год за годом, каждый год одно и то же, весной начинаешь раз, 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 я даже могу не смотреть в ту сторону, где я что-то делаю, я уже руками, ну как это в обществе слепых, они же работают, вот так вот, руки уже сами все помнят, все делают, да, все получается хорошо, но на это ушло очень-очень много лет, вот Светлана Воронина написала, эти томаты были политы сверху, а потом вы поливаете в поддон, я ничего не поняла, что она сказала, вот когда пишут такие невнятные, я не знаю, это ли вопрос, эти томаты, которые я вчера вам показывала, они уже полмесяца после пикировки, ясно, что они уже политы сверху, сейчас я их поливаю сверху, а в поддон я поливаю только первый раз, когда я пикирую, после пикировки, я говорила, что я поливаю в поддон, чтобы сверху не было корочки, чтобы все было хорошо, земля не применялась, и то я через поддон поливаю только тогда, когда у меня есть время, потому что полив через поддон, он намного больше времени занимает, а сейчас я все поливаю уже сверху, из паилочки, раз, 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 пол-литра на лоток, все, все уже автоматически, они уже такие здоровые, толстые, им ничего не вредит, о, не повредит уже, пишет, мне муж паяльником, дырочки делает в стаканчиках, ну, хороший муж, выкладываю вам на стол упаковку стаканов, сиди и делай, а Дмитрий Чернов пишет, как у вас все строго, у меня муж сродо не будет, никакие стаканчики мне дырявить, убежит вообще из дома, Надежда пишет, даже если бы я не занималась огородничеством, стала бы вас смотреть, чтобы зарядить с вашим задором, оптимизмом, вот, кстати, в конце этого видео, я сегодня, будет кусок, на неогородную тему приклеен, на очень неприятную тему, вот, разборки там, на странице в Одноклассниках, у меня там скандал, некоторые там устроили, это неогородная тема, оптимизмом она не зарядит, но все равно приходится не только, говорить на веселые темы, вы прекрасно знаете, что у нас жизнь, склядай скоп, там есть и хорошие, плохое, все перемешано, Светлана Хабибова пишет, как получить ваш каталог, сейчас я каталог высылаю, только тем, кто делает заказ, на почту они делают запрос, я высылаю, а нигде больше каталогов в свободном доступе нет, потому что, как только выставишь каталог в свободный доступ, начинается вот эта волна каких-то вопросов, люди интересуются, пишут, просто мне отвечать сейчас и объяснять, нет ничего, некогда, этот сезон у нас уже закончился, сейчас кто хочет заказать, например, там вот эти толстоноги остались, сорта, еще какие-то, я, конечно, высылаю им каталог, и сразу пишу, что выбирайте сами, делайте заявку, я вам быстро высылаю, уже никаких, таких длительных обсуждений, ни сортовых характеристик, ничего нет, сейчас у меня все, посевы, 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 севы почти каждый день, вот еще один интересный, я специально оставила неотмеченный, чтобы ответить, посмотрела ваши видео, но пока не все, но ответы на свой вопрос так не нашла, интересует меня именно температура воздуха при высадке томатов в грунт, и в теплицу, а также какие растения у вас в это время цветут, и так далее, в какой температуре закалять, я живу в Луганске, у нас в мае уже тепло, одуванчики цветут, вот смотрите, у нас совершенно разный, конечно, с вами климат, Луганск, это как Украина же, там, конечно, теплее, я высаживаю в грунт так, температура воздуха, вообще мы все высаживаем, нам не рекомендуется, до 10 июня высаживать, представьте, мы высаживать можем только после 10 июня, и до этого не имеет значения, какая температура воздуха, у нас бывает в мае очень жарко, очень тепло, плюс 25, но в начале июня могут прийти возвратные заморозки, и может быть минус 7, у нас вот такой сложный регион, сибирский регион, не знаю, у вас есть в июне заморозки или нет, если грунт открытый, если нет ни пленки, никаких ни дуг, ничего, то раньше 10 июня люди не высаживаются, это те, кто без проблем выращивают, хотят посадить, и знать, что она не замерзнет, ничего с ней не будет, но я совершенно другой человек, и многие у нас тоже, я стараюсь высадить раньше, я на этот случай, у меня есть дуги, у меня есть пленки, вот она стоит, тепло, 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 как только объявили, что будет, например, сегодня, завтра минус, мы скорее сооружаем, я, соседи, там, кто любит пораньше высадить, сооружаем вот эти вот всякие прикрытия, укрытия, все, и тут я и говорю, что у нас температура воздуха даже не столько влияет, сколько мы знаем, что до начала июня мы высаживать не можем, но делает каждый на свой страх и риск, а вы тем более в Украине, вам по мне не равняться, мы даже не можем сравнивать с вами сроки высадки, потому что я про Украину вообще ничего не знаю, но я знаю, что там тепло и намного теплее, так, ну вот отвечают Марине, еще одна зрительница, считается, что когда цветут одуванчики, земля прогрелась до нужной температуры для высадки в грунт, укрытие не будет лишним, ну вот, температура почвы важнее, чем воздуха, все-таки тут опять же про укрытие говорится, и это две больших разницы, или мы высаживаем с учетом, что мы можем укрыть в любой момент, или мы высаживаем в голый грунт, и мы знаем, что мы не будем укрывать, нам нечем, у нас нет ни времени, ни укрытия, две больших разницы, вот длинным пинцетом рыхлят люди, Светлана говорит, очень удобно, длинной палочкой, как зубочистка, только толще, и проверяет на влагу сразу, как раз этой палочкой, Ирина Волкова пишет, Оля, я так делала два года назад, вот пикировка томатов петлей, вот что я показывала, ботянем уложила, это же мне тоже посоветовали, они я сама придумала, тогда я не знала, что этот способ называется петлей, просто так вытянулась с рассады, что я решила часть обрезать, и укоренить в воде, а часть замотала корни спиралью, результат порадовал, у меня и листы томата на спиральках, были крупнее, удачи, тут пишут, пишут на канале Зоя Лебедева, хорошо показывают укладку томатов стакан петлей, мне приходилось петлей пересаживать, Виктория Волкова пишет, нравится, а для первой кисти обрываю два листочка, при высадке получается, на первую кисть ниже, Людмила Некрасова пишет, вы поднимаете настроение, большое спасибо за ролик, Оксана Спиридонова пишет, как же хочется послушать ваши советы о доме, быте, ведении хозяйства, может быть, создайте отдельный плейлист, но плейлист я могу, скорее всего, создать, только не канал, потому что два канала, это слишком буду разрываться, и какой-то будет, какому-то ущерб все равно, мечтаю нынче, меня в прошлом году просили, просили, но вот нынче раз у меня Катя помогает, она сейчас мне грунт замешивать помогает, летом, возможно, будет помогать мне высаживать, и, ну, там, посынковать, хотя бы вот такую работу, ну, несложную, которую может любой человек сделать, и благодаря этому, возможно, у меня останутся время на рецепты, очень хочется рассказать о рецепте яблок, которые я тоже узнала, ну, где-то с журнала какого-то переписала, с маленьким содержанием сахара, это не варенье, а вот как они в собственном соку, что ли, там, двое суток их держишь, мне так они нравятся, они вот именно диетические, такие вкусные, и туда можно использовать все яблоки, которые падают, у нас вот все лето устелено под яблоней, все в яблоках, иногда некогда мне делать, но когда есть время, я делаю зимой, и для пирогов она подходит, и просто как десерт, у меня муж прям вот открывает пол-литровую баночку, съедает эти яблоки, всем нравится, я не люблю варенье, потому что многие, наверное, знают, что я все борюсь с лишним весом, у меня склонность, по медицинским показаниям, там и природная расположенность, я стараюсь варенье не есть, лучше всего все-таки или замораживать, или вот такие в собственном соку, хочется, конечно, рассказать людям, рецептов очень-очень много, но у меня как всегда летом, я же летом как-то сейчас впрягиваюсь весной, и до самой осени, летом времени нет, может быть, Катюша меня разгрузит, нынче, ну, так, вот тут про Зарипова, по пикировке петлей, петлей тоже, Наталья Чернявская спрашивает, на каком расстоянии лампы после пикировки, это не имеет значения до пикировки, или после я их поднимаю, чтобы расстояние было, ну, 15, там, примерно сантиметров, конечно же, не висят они прям над растениями, чтобы они освещались, ну, это просто как в пределах разумного, смотришь, что рассада начинает подниматься, я поднимаю лампочки, тут все надо Алисы, что Алиса ничего не поняла, так, Людмила Васильевна тоже вспоминает, три девочки слепили вместе, которых и получилось я одна, ну, все, сейчас, вот спрашивают, а Морозова тоже есть близко, больше всего, больше огородных тем, больше тем домоводства, мне хочется вам рассказать, вот, о Морозовых, о этой семейной паре, которая у нас строила школы, строила различные всякие, дарила городу, как я уже говорила, от тюрьмы и до университета, в гимназии, они столько потратили денег на, и что самое уникальное, я вот прочитала, я же все и с Википедии, вот с архивных данных, они сами были, летит, опять о лице, они сами были, чуть ли не из крепостных крестьян, которые, помните, был период, когда крестьяне могли сами себя выкупить, они выкупили себя, занимались там каким-то торговлей, сладков разрешалось, потом они немножко разбогатели, вот, когда приехали на Алтай, они начали заниматься торговлей, вот, с горным Алтаем, потом, он, короче, очень-очень был такой, и что, не, он очень был предприимчивый, все, они вместе, она ему помогала, она была неграмотная, до самого конца своей жизни, он, когда умер, она еще на 14 лет его пережила, перехватила вот это дело в свои руки, оно в запустение не пришло, она еще построила вот эти кожевенные заводы, всякие там, я потом вам расскажу подробно, и дело в том, что, представьте, человек в 62 года овдовел, у нее не было помощников, не было ни сына, ни дочери, никого детей у них не было, она еще 14 лет занималась вот этим делом, приумножила, да, там, больше миллиарда у нее было состояние, когда корова стоила 5 рублей, и что самое интересное, она была безграмотная, она даже расписываться не умела, так как они вышли вот из этих, из крестьян, из крепостных, и она до конца дней, как она могла вести вот эти дела, еще приумножала богатство, она различала документы только по форме, по качеству бумаг, и знала, например, что приходные, вот это вот, вот это вот, вообще ничего не умела, ни читать, ни писать, вообще, но зато, она очень хотела, чтобы другие люди, которые после нее, дети бедняков, дети крестьян, чтобы они получили образование, строила школы, вот эти вот, гимназии различные, и потом подробно вам расскажу, вот какие люди жили у нас в Бийске, я вот сижу, я сегодня про них читала опять там, я сижу и думаю, у нас же тоже сейчас много богатых людей в Бийске, есть, которые владеют предприятиями, заводами, ни разу не слышала, чтобы кто-то построил на свои деньги школу, подарил городу, или построил детский сад, или еще что-то, она когда построила первую электростанцию в городе Бийске, она была третья в Сибири, город был вообще хороший, такой как богатый, зажиточный, и она вот этой электроэнергией бесплатно снабжала все гимназии, которые построила все школы и все церкви за свой счет, у нас кто-то бесплатно дал кому-нибудь электроэнергию хоть одной школе, нет, это вообще земля и небо, и если бы, в статьях везде пишется, что у нее все лучше и лучше дела шли, и она потом передала там своим родственникам, и если бы не революция, если бы их не разгромили, не разбомбили, все это не национализировали, все пришло потом в упадок, они, возможно, очень много еще городу бы построили, до сих пор, я потом покажу вам, здания стоят, которые они строили, и их дом, в котором они жили, и до сих пор, может быть, ихние потомки, ихние родственники строили бы школы, строили бы какие-нибудь, ну, другие социальные, там, здания, заведения, дарили бы городу, что-то сейчас никто не дарит, да, ну, ладно, не будем грустны дальше, А вот Надежда Аллатова пишет, смотрю на пальчики вниз, думаю, как у таких людей рука поднимается, какие завистливые люди, палец отсохнет, грешки, все, на этом я закончу сейчас, и сейчас в конце будет видео, кто, кого интересуют только огородные темы, можете дальше не смотреть, там видео не очень приятное, женщина одна там ко мне много претензий предъявляет, я объясню, что к чему, и чтобы всем было понятно, некоторых я убрала, ну, как закрыла вход в свою страницу на одноклассниках, я объясню, почему я это сделала, все. Про такие вот комментарии негативные хочется поговорить отдельно, я вот человека заблокировала на одноклассниках, но, вероятно, по этой же причине, он решил разбираться сюда, я не знаю точно, Акулина это имя, или Акулина, Акулина, Кулина, не важно, пишет, Ольга, доброе утро, хотелось бы прояснить ситуацию, которая сложилась в одноклассниках, вы меня закинули в черный список, и я хотела бы знать, по какой причине это произошло, мне кажется, каждый человек должен сам осознавать, почему это произошло, возможно, из-за того, что мой заказ не был укомплектован полностью, вам пришлось потратиться и выслать мне недостающие семена, но это глупость, конечно, или по какой-то другой причине, я понимаю, что читать и слушать восхваление свой адрес намного приятнее, чем недовольство, вы не такая уж мягкая и пушистая, как большинство считает, это непорядочно, кстати, я не одна, кого вы закинули в черный список за нелестные отзывы и комментарии, когда люди конфликтуют между собой, так, когда люди конфликтуют между собой, это для вас нормально, причем здесь я, но когда речь заходит о каком-то несоответствии с вашей стороны, это вам ох, как не нравится, я понимаю, что на мое место придет 10 человек, но все-таки заявку в друзья вам отправила, надеюсь пользоваться вашим огромным опытом в выращивании томатов, из-за огромного количества рекламы смотреть ролики на канале нет возможности, всего вам доброго и огромного количества просмотров, я вот от таких двойственных комментариев в шоке, я ей тут быстренько написала, я сейчас прочитаю вам, что я написала в ответ, после чего мне действительно пришлось ее заблокировать, потому что там в ответ еще такая грязь полилась, я пишу, вы отправили заявку мне в друзья, что-то не похожее вы на моего друга, судя по вашему комментарию, за это, вероятно, я заблокировала вас, за неуважительное отношение к автору страницы, интересно получается, вы хотите заходить ко мне, пользоваться моими советами и одновременно с этим пишите, что я поступаю непорядочно, удаляя недоброжелательный со своей страницы, я оставляю только настоящих друзей, имею на это право, и кто вам сказал, что я должна быть со всеми мягкая и пушистая, чтобы вы мне на голову какали, а я продолжала быть мягкой, извините, по-вашему не будет, и заказ ваш тут, конечно, ни при чем, я же исправила ошибку и сделала вам досылку за свой счет, это такие мелочи, я вас, конечно, не помню, но хочется заблокировать вас и здесь, вчитайте свой комментарий, сначала вы написали мне целую кучу неприятностей, а в конце добавили, что надеетесь пользоваться моим огромным опытом в выращивании томатов, а вы не подумали, захочу ли я вам подарить этот опыт после таких высказываний в мой адрес, и вот да, в этом году, я же на страницу в Одноклассниках редко заходила, я, ну как, больше на Ютубе, и там вот у меня за спиной начали вот такие вот как бы заходят, ой, а что вы здесь ждете очереди, там у других вот и за неделю все, и очень быстро, а Мата тут так очень долго все, до нее не добьешься, и на вопросы не отвечает, и на все это, ну вот такая, короче, агитация, и все, кто начинал, а там одна вообще женщина зашла, да вы идите на страницу вот к этому, я уже сто человек к нему направила, там все, я начала всех вот таких вот как агитаторов удалять, я не буду там разбираться, что я буду с ним переписываться, говорить им, что это неэтично, заходить сюда, и там это самое, все, удаляла всех и все, но я когда удалила человека в Одноклассниках, она еще сюда решила написать, в таком же, в том же, в той же манере комментарий, что вот я непорядочная, я люблю слушать восхваления, свой адрес и все, это конечно не знаю я с чем связано, и тут же, я все-таки направила в это в друзья, но когда я ей выслала этот ответ, от нее ответ пришел еще хлеще, вы любите, чтобы вам в жопу лизали, а кто про вас плохо пишет и не хотите, а почему я должна на своей странице выслушивать, что про меня, кто-то что-то пишет плохо, я вот сейчас хочу ей и всем людям сразу объяснить, что у меня нет цели выставить себя мягкой и пушистой, вот сейчас о мягкой и пушистой я хочу подробнее рассказать, я никогда не создаю себе образ этой мягкой и пушистой, и то, что я веселая и с шутками отвечаю, это не значит, что я такая мягкая и пушистая, я вообще считаю, что мягким и пушистым человек может быть как в каких-то определенных ситуациях, а если когда тебе говорят плохо и когда на голову тебе какают, а ты по-прежнему мягкий и пушистый, это может быть таким человек только с умственными какими-то отклонениями, ну или полная размазня, я ни к первой, ни к второй категории себя не отношу, и вот чтобы Акулина поняла и все поняли, что я-то взрослый человек, мне 60 лет через несколько месяцев исполнится, я не принцесска какая-то на горошине, я в 90-м году, когда родила второго ребенка, мне было 30 лет, я осталась с двумя детьми без работы, как раз тот период, помните, все разруха была в стране, все заводы позакрывали, когда я сидела в декретном, муж один работал, и то у них автоколонну всю продали, и все закрыли, нам нужно было выживать, я в числе первых стала на учет в налоговую, стала заниматься торговлей, вы представляете, что было в то время, вот в стране, вот с этими торговцами, со всеми, вот раньше, как я вспоминаю, солдатов через стройку прогоняли, вот палками били, и мы были в той же самой роли, я вот за эти годы, там за 10, за 15 лет, я пережила все, и рэкет, и вымогательство, вот этих денег сотрудниками милиции, санпидстанции, нападение вот этих всяких налоговых органов, внезапно и систематически, с целью вот только оштрафовать, вот человека забрать, пожарные, все писали акты, все нас оштрафовали, все нас гнобили, у меня в жизни были даже погони от бандитов, когда вот за нами гнались бандиты, члены ОПГ в другом городе, куда мы приехали на закуп, они хотели нас распотрошить, а может быть нас и убили бы, и после этой поездки муж сказал мне, что нам больше нельзя вдвоем ездить, мы ездили водителем и двое, что нам нельзя больше вдвоем ездить на закуп, потому что в случае гибели нашей одновременной, у нас дети останутся сиротами, вот все это мы прожили, и вы как вы думаете, я после этого могу остаться мягкой, пушистой, в любой ситуации, как я же такая вот эта принцесса на горошине, все это я пережила, я не очень изменилась, да, на мне не отразились ни вот эти опасности, ни большие деньги, которые в то время были, существенно никакого влияния не оказались, у меня также остался вот врожденный оптимизм мой такой, неубиваемый, я не утратила ни чувства юмора, ни жажда жизни, я всегда весела, доброжелательна, но я не могу оставаться мягкой и пушистой во всех ситуациях, в любых, в унижающих меня, например, я же человек самодостаточный, уважающий себя, и в разных ситуациях, конечно, я реагирую по-разному, и на это люди должны понимать, вот как она пишет, вы не такая мягкая и пушистая, конечно, я взрослый, серьезный человек, прошедший вот такую школу жизни, если человек заходит на мою страницу, как я думаю, пользуется моими статьями, опытом, знаниями, наработками, методами, и пишет потом негативный комментарий, то я вправе его больше туда не пускать, это моя страница, моя страница, это как мой дом, а все вы, вот Акулина, и все ваши, вот кого я удалила в черный список, вы все мои гости, вы представьте ситуацию, пришли вы все, например, 10 человек, 15, ко мне в гости, сели за стол, я вас угощаю, вы пробуете, явство там, вот читаете мои статьи, потом раз, две, три кубушки между собой, ой, вы знаете, а мы вот у соседки-то были, у нее лучше, у нее вкуснее, а это и готовит, что попало, и вообще все у нее здесь не так, и это плохо, и это плохо, и там вон паутина в углах, и вообще все, короче, пообсирали меня, и сидят дальше, как вы думаете, захочу я в следующий раз пригласить к себе в гости еще раз вот этих вот таких гостей, чтобы они опять сидели и шушукались, но так шушукались, чтобы было слышно всем моим гостям, и чтобы было слышно мне, да, конечно, я никогда их в дом больше не пущу, потому что я самодостаточный человек, уважающий себя, у меня есть человеческое достоинство, и когда вы за моей спиной вот там собирались и говорили, что я работать не умею, у меня рассылка не так, мне надо сделать это вот так, это вот по-другому, как вы говорите, что вы мой друг, друг не на весь мир, не на всеобщее обозрение пишет этот комментарий, а он пишет мне лично в личную почту или в личную переписку, так что вы не лукавьте, что вы вот, как мой, подали заявку в друзья, хотите быть моим другом по-прежнему, таких друзей и врагов не надо, вот что я хочу сказать, а белый и пушистый человек не должен быть, человек должен быть адекватный, с доброжелательными моими гостями, с теми, кто приходит учиться огородной азбуке, кто хочет у меня перенять какой-то опыт, конечно, я мягкая и пушистая, я веселая, я такая вот, но вот с такими вот, которые приходят, я даже не знаю, как их назвать, вот, видите, кто она тут на картинке, что за скотинка, не знаю, когда приходят вот такие рожицы и начинают, что попало писать в мой адрес, конечно, я их удалю, вы, я еще вот удалила ее комментарии, вы не видели, что она мне потом в ответ написала, это вообще ужас, и про жопу лизать, и про то, что вот я такая, типа, что это, ничего мне это не надо, мне не надо ничего лизать, я прекрасно и так живу, а еще да, это же вам копеечки, с этого капают, и с этого, ну это то ли зависть человеческая, или что, главное, чтобы впрок вам это пошло, да мне уже все, мне уже ничего не надо, у меня все, что нужно, я все за свою жизнь заработала, честным трудом, мне никто не помогал, ни папа, ни мама, родителей давно нет, никто нас не поддерживал, мы все сделали сами, все у нас хорошо, но вот таких друзей за столом, у себя, я никогда не потерплю, все, буду теперь бы вообще безжалостно всех удалять, раньше я пыталась вступать в переписку, что, вот извините, если вам что-то не нравится, да все, ну не нравится, идите дальше, все, ну все, до свидания, вот это как раз тот самый кончик видеоролика, не очень приятный, но эти темы тоже есть в нашей жизни, и люди такие попадаются, и все, и мне интересно было, что одна женщина тоже, вместе вот с ними, она сделала у меня заказ в числе первых, первого августа, получила без всяких там, без претензий, безо всего, получила в числе первых, но потом всю зиму заходила на мой, на мою страницу в Одноклассниках, и всю зиму поддерживала разговор о том, что вот я не умею работать, вот я рассылаю не так, как другие, другие за неделю высылают, и все, но я еще раз говорю, те, кто за неделю высылает, у них или 10 заказов, которые по пальцам можно пересчитать, или у них сидит бригада, хорошо укомплектованная, обученных специально людей, у которых производственное объединение, которые могут все сделать за неделю, всех предупреждала, что быстро ничего не будет, что все это долго, и если вы не готовы к этому, лучше не заказывайте, вот теперь из-за этих заказов столько недовольных, ну кто недоволен, значит просто на будущий год не будете заказывать, и все, сделайте для себя вывод, урок, и не надо говорить, что вот вам что-то напишешь, недовольство выскажешь, а почему вы должны мне высказывать недовольство, тем более на всеобщее обозрение, что-то не нравится, пишите в личную почту, а то, что написано на всеобщее обозрение, недовольство, я считаю, это просто сплетни какие-то, все, до свидания.